Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня поговорим про криптовалюту Ивус, есть ли у неё будущее, скоманёт она либо не скоманёт, стоит ли её вообще закупать сейчас на таком лютом днище, то есть она пришла к отметкам, получается, даже, считай, 17-го года, ну, на текущем этапе, да, вот, ноябрь 17-го года, но она может прийти вполне к сентябрю-октябрю, то есть это, получается, около, там, 5 центов, то есть упасть ещё в 2 раза, она уже переписала лаюна с марта 20-го года, ну и, соответственно, интересная новость, что ещё в маре 21-го года хотели запустить биржу, основанную на протоколе Иоса, не многие об этом знают, называлась она Bullish Exchange, и инвесторам одним из основных это была у нас BlockOne, соответственно, инвестиционная компания, которая разрабатывала Иос ИО, да, объявила о планах по запуску гибридной биржи под названием Bullish, и компания описывает биржу как платформу, которая эффективно сочетает децентрализированную и централизированную инфраструктуру, что уже странно, да, но ладно. Для повышения производительности цель состоит в том, чтобы разработать систему, в которой могут процветать как автоматизированный рынок, так и традиционные механизмы книги заказа. Руководители этого проекта считают, что такой подход укрепит для бычьего рынка, ну, бычий рынок, это имеется в виду, я так понимаю, Bullish Exchange, да, перед ограничениями как централизированных, так и децентрализированных бирж. Ну, не знаю, в чем суть, короче, масло масляное, и таким образом Bullish теперь стремится обеспечить высокую предсказуемую ликвидность, ну, в принципе, все по классике. Совместную торговую инфраструктуру и прозрачность с поддержкой блокчейна, хотя это не первая попытка биржи запустить гибридную криптоторговую платформу, что выделяет Bullish, так как это уровень ажиотажа вокруг ее внедрения. Ну, ажиотаж, да, и, соответственно, финансирование привлек на сумму 10 миллиардов долларов и привлек достаточно известных инвесторов по поводу, соответственно, новости вот за 22-й год у нас вышло, тоже в мае, неудивительно, да, тут был, получается, 11-го мая, тут было за 10-е мая, 22-го уже года. И Иос был самым раскрученным блокчейном в мире, да, и что самое печальное, они почему-то подзабили на свой проект, и, как видите, не знаю, может, какие-то твиты появились, я ошибаюсь, но давайте сейчас глянем. Вот у нас декабрь 2021 года, да, 30-го ноября 2021 года, и последний твит, вообще не ведут они твиттер, хотя имеет галочку, достаточно неплохое комьюнити, не ультра-большое, но в целом, если бы они запустили биржу, действительно, как и обещали, вот, они-то ее запустили, но по большому счету проект стоит на месте, и он мертвый. И по поводу, соответственно, данного проекта была выпущена целая статья от журнала Wired, да, я думаю, многие смотрели канал на ютубе, там, с различными звездами, там, интервью, вот, поэтому они говорили, что Иос, это как эфириум на стероидах, да, хотели они заменить эфир, и тот же Виталик Бутерин тоже верил в данный проект, может быть, и сейчас верит. И, соответственно, в преддверии запуска Иос в июне 2018 года BlockOne привлекла более 4 миллиардов долларов в рамках крупнейшего первоначального предложения, ну, и, соответственно, это ICO у нас, и с тех пор, с тех первых дней, Лароус посвятил себя Иос, и он даже руководил производителем блоков Иос Нейшн. Вот, почти 4 года спустя, Иос находилось в состоянии свободного падения, его пользовательская база сокращалась, он поддерживал лишь несколько популярных приложений, ключевые разработки уходили от стоимости его токена, так же называемого Иос, аэск упало с 10 долларов в июне 2018 до 4,4 доллара. Но это еще не такое сильное падение, сейчас он 0,95 стоит, поэтому даже 0,93. В конце 2021 года и в виртуальной сессии прошлой осенью. Так вот, вообще, да, у нас рост все равно был за 2020-2021 год, и можно было те же там порядка 7 иксов забрать. Сейчас дочитаем статью и сделаем выводы, я вам скажу свое мнение, потому что я, честно, статью эту не читал еще. Вот, будем походу с вами разбираться, стоит ли держать данный проект и скомонет он все-таки либо нет. Я понимаю, что даже несмотря на какие-то новости негативные, он все равно может чисто случайно, спекулятивно, там кто-то захочет пропампить монету, и он пропампанется, как это было вот здесь там, хотя проект, считаю, уже был мертвый, да. Вот, то есть у них с ноября месяца не было... А, ноябрь, да, ну ноябрь, это тогда еще постились новости в мае, да. Да, я подтуплю его. Но все равно же был вот здесь вот отскок какой-то, понимаете, то есть ликвидность есть, есть. Ну, поэтому, если бы он вообще был днищенским проектом, он вообще бы не отскакивал, он просто бы шел вниз, тут за дно. А как там это, с тем же проектом Эльстар, разбой которого я делал на канале, смотрите обязательно. Так вот, поэтому упала цена, да, потом Ля Роуз по-прежнему верит в потенциал, ну, естественно, что он еще скажет. Его претензии к Блок Ван, которые, по его мнению, загнали проект в тупик. Вот, и, соответственно, какие именно Блок Ван сознательно исказила свои возможности, и это равносильная халатности и мошенничеству. Вот, это, я так понял, потому что они забили на проект, по большому счету, суть, по ходу, в этом. У Ла Роуза есть план по спасению EOS, он основал организацию под названием EOS Network Foundation, ENF, с целью вернуть блокчейн к жизни, и что важно привлечь Блок Ван к ответственности за упадок проекта. Ну, я так и не понял, в чем состояла вина, и он хотел бы, чтобы Блок Ван ушел и вернул бы хотя бы часть денег. Ну, этого, скорее всего, не будет. А вот, не собирался выполнять его просьбу, ну, неудивительно, в мае 2021 года он объявил, что запустит Bullish и криптовалютную биржу, ликвидность которой в значительной степени зависит от дохода в ICO от EOS. Компания зарегистрировала Bullish на Кармановых островах, ну, что неудивительно, потому что все биржи регистрируются на каких-то таких локациях, до которых нельзя достучаться, и если что, ну, можно будет свободно, в том числе, зарабатывать бабки, да, ну, мягко выражаясь. Вот, с дочерними компаниями и, соответственно, для благоприятных для криптовалюта USD к цеху, ну, я думаю, скорее всего, для самих разработчиков и основателей, а не для криптовалюты. Вот, поэтому Сингапур и британскую заморскую территорию Гибралтар, планируя сделать ее публичным посредством слияния 9 миллионов долларов со специальным приобретением SPAC, позвонила в Farpeak Acquisition Corp. Вот, к 8 марта, после двух продлений, крайний срок в настоящее время установлен на 8 июля 2022 года, ну, посмотрим, будет что-то реализовано, либо нет по итогу за лето, да, либо будет также мертвым грузом, да, на криптовалюту стоять. Ну, в принципе, я думаю, рынок уже более-менее должен будет восстановиться в течение 2-3 месяцев, ну, хотя бы показать нам направление, либо мы уже движемся с затяжной медвежки на год-2-3, либо, соответственно, будем потихоньку восстанавливаться и к концу года можем увидеть рост, либо в начале следующего уже. Вот, обычный настрой символизирует конфликт между Block.One и сообществом EOS. Юридические документы, лежащие на основе ICO EOS, утверждают, что Block.One может использовать деньги по своему усмотрению, в то время как ENF, это у нас EOS Network Foundation, да, компанию, которую он заново создал, компания не выполнила свои публичные обещания. В декабре 2017 года генеральный директор Block.One Брэндон Блумер пообещал инвестировать 1 миллиард долларов из доходов от ICO через инвестиционное подразделение под названием EOS VC, чтобы развивать технологию блокчейна, лежащую на основе EOS и стимулировать стартапы, созданные для ее приложения. Но, Лароус говорит, что вместо этого компания направила большую часть своих СС на инвестиции в несвязанное предприятие и отбросила EOS на обочину. Вот, на заднем плане были, всегда были планы по обмену, и, которая работала, Тамара Черчхаус, которая работала в Block.One на различных руководящих должностях с момента ее создания до февраля 2021 года. Вот, работа над запуском обмена, по словам Черчхаус, началась где-то в начале 2019 года. ЕНС также утверждала, что Block.One допустила снижение выпуска кода, предназначенного для улучшения EOS с начала 2021 года, что он должен был ухудшиться после ухода главного технического директора. В интервью криптоэкономисту, вскоре после ухода Limer, пожаловался, что Block.One не может создавать и продвигать технологии, которые освобождают людей. Окей, отклонил просьбу об интервью, и все это, по словам ЕНС, свидетельствует об отсутствии проверженности Block.One. Вот, в ноябре 2021 года, что самое интересное, потому что, я напоминаю, перестали они постить в ноябре именно 2021 года. Да, тут они что-то выложили, какую-то новость, спасибо комьюнити, ну попрощались, я так понял, и, соответственно, забили на проект. Так вот, в ноябре 2021 года, вскоре после выступления Ла Роза, ЕНС поставил Block.One ультиматум. А инвестировать деньги в блокчейн, ну я не знаю, это смешно выглядит, это знаете, как ребенок, который говорит своему отцу, что, типа, не будешь давать мне карманные деньги, я с тобой общаться не буду. Ну, это на том же уровне. Вот, поэтому, соответственно, в блокчейн EOS и передать ЕНС, интеллектуальную собственность, технологию блокчейна EOS. В противном случае, производители блоков приостановили бы процесс, называемый вестингом, который предоставил Block.One 100 миллионов токенов EOS в течение 10 лет. Вот, этого я не знал. По их словам, все, что нужно, чтобы помешать Block.One, претендовать на токены, это небольшая поправка в коде блокчейна. Вот, в электронном письме представитель Block.One, Эбби Куханис, указал на общедоступные документы, касавшиеся Bullish Exchange, ну это биржа на базе EOS, условия продажи токенов ERC20, ну на сети эфира, широкую поддержку сообщества, использующую ее, их технологию и отчет о проведенной проверке продажи токенов. В 2019 году юридической фирмой Clifford Chance и компания профессиональных услуг PVC. Куханец сказал, что ряд утверждений в этой истории кажется переработанным истребованием, сделанных в ходе судебного разбирательства в Block.One, но не ответил просьбой уточнить. Block.One небрежный и Block.One практически всем испортил все, они плохие актеры. Вот, поэтому если будете следить за Block.One, давайте даже глянем. Вот, если что такое Block.One, это у нас издатель программного обеспечения, который представляет архитектуру блокчейна, предназначенную для вертикального и горизонтального масштабирования децентрализированных приложений. Его первый проект EOS представляет собой блокчейн протокол с открытым исходным кодом, предназначенным для обеспечения безопасной передачи данных и высокопроизводительных децентрализированных приложений Dubs. Вот, дата основания 2017 год, ну и, как видим, у нас тут сотрудники 5 человек, ну не знаю, их намного больше, понятное дело, вот, и проект у них только один, это EOS. Так вот, соответственно, бывшие инсайдеры Block.One рисуют другую картину. Они описывают компанию, парализованную юридическими проблемами и не способную довести до конца ни один проект. Фиаско, если бы не один показатель, ее миллиарды прибыли от криптовалюты. И компания, основанная в 2016 году, что я вам показал Прухе, путем объединения гонконгской фирмы по недвижимости I.I.5 Брендана Блюмера с криптовалютными технологиями и влиятельными лицами, сделала свой первый шаг на отраслевой конференции Consensus в Нью-Йорке в 2017 году. Ну, это ежегодная конференция по криптовалюте, которая проводится, и в этом году она тоже была в начале июня, насколько я помню. Затем команда приступила к глобальному роудшоу, чтобы продавать токены IOS криптовалюту Ethereum, которые позже можно было конвертировать в токены для использования в тогдашней гипотетической цепочке IOS на 340-к однодневном онлайн-аукционе. В последующие годы аукцион привлек внимание регулирующих органов и ученых. В августе 2021 года Джон Гриффин, профессор финансов Техасского университета, опубликовал исследование, в котором утверждалось, что ICO IOS демонстрирует признаки метода, называемого фиктивной торговли. Он утверждал, что 21 учетная запись, по-видимому, действовала согласно совершать крупные покупки токенов IOS только для того, чтобы продавать их менее чем за час, по утверждению Гриффин, повело к завышению цены токена от других пользователей. Что еще такое интересного? Бывший топ-менеджер Block1 говорит, что несмотря на агрессивную маркетинговую компанию IOS, возглавляемую и направляемую соучредителем Броком Пирсом, кстати, Брок Пирс – это один из чуваков, который топил за то, что биткоин до нуля упадет. Я оставлю, не забуду ссылку сейчас. Вот, соответственно, вот эта новость, что он сказал, что первая криптовалюта может упасть до нуля, это бинарный результат, он либо достигнет 1 миллион долларов, либо до нуля, будет то, либо другое, поэтому не стоит вкладывать свои деньги в биткоин, а, все деньги в биткоин. Поэтому, ну, это еще новость за 8 мая было. Вот, поэтому такие дела. Ну, и сами можете понять, что этот человек из себя представляет, если он такие высказывания делает. Поэтому, ну, он прав отчасти, да, биткоин – это пирамида, и он может стоить 0. Но самое интересное, что он сказал и высказался по этому поводу именно, когда биткоин начал падать, а не до этого. То есть до этого все нормально, инвестируйте в биткоин, а он, сука, начал падать, стал он дешевле и стоит 20 тысяч долларов, да, то в него инвестировать не надо, это все скам. Вот, ну, смешно такое слушать, конечно, и все время биткоин хоронят и в марте 2020 года. Ну, ладно, не суть, в общем, по поводу Иоса. То есть на текущем этапе Иос у нас, конечно, вы можете, в принципе, сами почитать, довольно-таки интересное расследование. Сделали вайт, и на самом деле, если посмотреть, вот момент еще показательный, Иос VC Block One использовала свои деньги через партнерские соглашения с другими инвесторами, инвесторами, включая фирму Galaxy Digital, Майка Новоградца, азиатских инвесторов Майкла Цао и Винни Лю. И, соответственно, они, бывший сотрудник из Гонконга, говорит, что это был способ передать задачу этим партнерам, а не тратить время на поиск компаний, использующих технологий, лежащих в основе Иос, которую, по словам сотрудника, Блумер считал отвлечением. И в крипто-пространстве люди, использующие Иос, это небольшие компании, Брэндон не особо интересовался этими мелкими венчурными сделками. Так вот, по поводу, соответственно, незадолго до встречи, Block One передал Пирсу около 45 миллионов долларов токенов, токенов Иос, и на тот момент это стоило 216 миллионов долларов. В Твиттере Пирс предложил спасти Иос, запустив, соответственно, инвестиционную ферму под названием Helios, которая будет наделена недавно приобретенными токенами. Вот, и получается, после нескольких недель тщетных переговоров, 7 декабря, производители блоков Иос ввели в действие сценарий, который остановил передачу токенов в Block One, в том числе, которые были проданы Пирсу, фактически заблокировав его выкуп. Перед принятием решения, Пирс сказал Вайрд, что такой шаг окажет очень негативное влияние на доверие в экосистеме Иос, и поэтому он ожидал, что он будет отменен. Так вот, и еще, что тут по моментам, вообще по итогу. 10 февраля на странице ENF в Medium было объявлено, что они наняли юридическую ферму с целью привлечь Block One к ответственности за свои прошлые действия и невыполненные обещания. Сопровождающий твит LaRose забил концепцию дома, и в настоящее время проводится проверка всех возможных средств судебной защиты для возмещения ущерба в размере 4.1 миллиарда долларов, говорится в нем. Давайте сделаем это вместе, приближается 4 billion DAO. Мы жертве, говорит LaRose, сообщество восстанавливает сеть для себя. Ну, может быть, сети восстановят, а по поводу проекта, как мы видим, судя по тому, что... Ну, не только, что у нас СНГ держит данный токен, да? Вот, вполне возможно, что разрабы могли посливать свои токены, вполне возможно, и в ноль, потому что, естественно, они это закупали, может быть, еще и на пресейле, да? Данный проект. Будет ли он жить? Ну, опять же-таки, чисто спекулятивно, как высокий риск можно будет добрать его, если он все-таки спустится сюда. Можно ли купить сейчас? Ну, вот такая вот серая зона у нас, самая нижайшая. Вот, можно ли будет добрать данный проект? Да можно будет, без проблем. И мы уже переписали вот эту зону максимальной покупки, где можно было его подбирать. Но сейчас он упал в вот эту вот зону, где, соответственно, вполне мало кто его ожидал, и мало кто ожидал ниже 2 долларов. Но, как мы видим, данная печальная ситуация этому поспособствовала, и вполне возможно, что данный проект по итогу скоманет и будет лежать и падать тут за дно. Вот. Но, с другой стороны, здесь такая интересная формация. Я уже показывал вот такой вот нисходящий канал, который может себя проявить, и потом в дальнейшем выстрелить наверх, чисто спекулятивно, если захотят его пропампить. Ну, опять же-таки, если брать, допустим, с текущих отметок, и вы вообще не закупали iOS, это будет здесь уже порядка 5х, здесь 15х, и по идеальных раскладах там, если кто-то ждет те же там 30 баксов, я не знаю, это будет 20, 30х и т.д. Но это по идеальных раскладах, я напоминаю. Ну, а по поводу самого проекта, я напоминаю, что здесь, ну, показано, что вот 993 миллиона, в обороте там 1 миллиард 58 миллионов, и это якобы максимальный соплай, хотя максимальный соплай не указан, Total Supply вот у нас в обороте, то есть монеты еще могут влиться в рынок и могут распродаваться. По поводу ходлеров, да, холдеров iOS, давайте зайдем глянем, что он из себя представляет. Это из 2000 пользователей держит его, также у них там есть и свой собственный, получается, EOS Flare, то есть свой, ну, считай, сканер, да, застейканные монеты есть, соответственно, есть те, кто голосует и т.д. Аккаунтов, получается, 5 миллионов 261 тысяча, то есть проект достаточно старый, можно посмотреть киты, которые держат, сколько монет, 300 миллионов 165, 66, там и т.д. Вот, можно Wales, тут даже выделено специально. Ну, понятное дело, может быть, некоторые транзакции скрыты, ну, не буду заявлять и утверждать, но, в принципе, все может быть. Так вот, упали мы довольно-таки сильно, то есть уже обвалились на те же, там, минус 94%, там, 95%. Если упадем сюда, это будет уже минус, там, те же, минус 97%. А если с текущих, сколько это минус? Ну, где-то минус 50%. Поэтому вполне возможно, может, мы даже и минимумы перепишем, поэтому, ребята, учитывайте, что многие проекты старички могут скомануть. Я не скажу, что это прям рубрика старички, да, старички рынка, которые я хотел запустить. Ну, в принципе, можно и к данной рубрике данный проект отнести, но это больше такое расследование. Кто захочет более подробно почитать, я ссылку оставлю в статье. Ну, суть такова и вывод какой, что, я так понял, какие-то были разногласия, кто-то кого-то кинул по итогу, и, соответственно, ну, не поделили бабки, либо, ну, скорее всего, не поделили бабки, вот и все. Либо они захотели выполнять обязательства, бабки взяли, а по итогу ничего не сделали и решили забить на проект, да и все. Хотя могли масштабировать и заработать намного больше. Вот, ну, как бы, то же самое с Луной, да, могли заработать намного больше, но по итогу решили всех скомануть и кинуть. Вот, якобы запустить по второму кругу, чтобы, якобы, люди там не возникали, Ну, опять же таки, то их выбор Хотя могли они заработать намного больше И потом уже кинуть людей, если все-таки у них была такая цель изначально Вот, поэтому такие мысли, такие дела Иос, если и стоит брать, то только на свободную сумму Максимум, там, я не знаю, полпроцента от депозита Или один процент от депозита, не более Чисто спекулятивно, а вось выстрелит Вот, чисто потому, что вне зависимости от данной ситуации То та же шиба вообще без фундаментала Стреляла чисто на вере людей И ничего за ней абсолютно не стояла Так же, как и за доги Чисто вера людей и те хомячки, которые залетали на росте Вот и все Вот, и твиты Илона Маска, которые тоже, которые подпитывали наивных дурачков Которые думали, что они там озолотятся Заработают миллиарды с парой сотен долларов Или там, я не знаю, может быть, кто-то и заработал, конечно, хорошую сумму Но, как бы, заработать миллионы, это достаточно сомнительно Поэтому такие мысли, такие дела Поюс, в принципе, по поводу фундаментала Проект, скорее всего, уже все Азиент, как говорится, да А по поводу того, стоит ли покупать Ну, посмотрим Может быть, если мы спустимся сюда ниже Будет зависеть от битка Если мы сходим все-таки на десятку А так как мы видим, что тот же Иос коррелирует с рынком криптовалют Мы запросто опустимся на эти же отметки И можно будет его здесь добрать Ну, опять же-таки, выстрелит ли он Это большой вопрос Ну, поэтому решайте сами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому